Сначала набираем цепочку из воздушных петель и протягиваем через каждую петлю воздушной цепочки по одной петельке до конца ряда. Затем провязываем одну петлю, которая находится с краю, воздушной петлей и далее закрываем по две петли. Провязываем вместе две петли, затем набрасываем рабочую нитку и опять провязываем по две петли до конца ряда. Во втором варианте для набора петель тунисского столбика крючок вводим уже по-другому, под косичку закрепления и под переднюю ножку тунисского столбика, вот в эту точку. И набираем петли следующего ряда, так как я уже показала. Следующий ряд провязывается как обычно. Сначала вяжем одну воздушную петлю, а затем провязываем вместе по две петли до конца ряда. И в дальнейшем вязание продолжаем точно так же. Так выглядит образец тунисского вязания при втором способе набора петель. С изнаночной стороны он выглядит по-другому. Внешне это вязание напоминает лицевую гладь, которую мы вяжем спицами, однако оно намного плотнее. На схемах этот элемент будет обозначаться в виде вот такого треугольника. А горизонтальная волнистая линия сверху – это петля обратного ряда. Также встречаются и другие обозначения этого элемента. Они могут быть обозначены в виде вот такой фигуры. И волнистая черта – это также петля обратного ряда. Такая вязка носит название лицевой вязки, а сама петля называется лицевой. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. А также приглашаю посетить страницу, где находится полный курс уроков тунисского вязания. Там вы найдете все обозначения и подробные видео.